добрый вечер сегодня у нас разговор с еленой порецкой я думаю все ее знают про психолог медиум ученый тема разговора защита от негатива привлечения удачи и успеха прошу задавать вопросы в чате по мере возможности мы будем на них отвечать ну начнем первый вопрос елена как человек может защитить себя от негатива порчи сглаза если возможность самому как-то это сделать ну очень у многих людей интуитивная какая-то защита до присутствует то есть люди с прошлых реинкарнации особенно имеющий опыт могут не принимать это но к сожалению если человек не обладает должными знаниями и не умеет перерабатывать негатив в итоге как бы этот негатив как бы скомпонованно ложится на ту область которая генетически или еще как-то слабо является то есть это может быть проблема по здоровью проблем в делах и так далее то есть если на человека делается порча централизованная какая-то да от кого-то конкретно то в этот момент вокруг человека формируется поле негативной энергии и вокруг становится очень много недоброжелательных людей то есть это первый признак если вокруг вас вдруг стали появляться какие-то странные люди которые к вам неадекватно относятся то прежде всего вспомните кто у вас там коренной негативный человек от кого могло быть это в основе до своей потому что прежде чем отчет защищаться надо понимать что это как это бывает да я вот свою систему даю обычно на сеансах и как это бывает в жизни да вот допустим ну например даже свой приведу я сегодня я постоянно работаю с кем-то да и у меня есть человек да с кем я постоянно на связи и вот сегодня у меня возникло какое-то жесткое беспокойство да то есть это просто она не обоснованно то есть я все вроде нормально да но это просто вот ощущение вокруг человека который я даже не могла вот как бы как-то описать да вот что с какой стороны да какой негатив я естественно там нашаманил на бубни отвела там все прочее там сняла там на картах сделала сеанс там все вот как бы от восстановила да но это беспокойство оно было очень сильным и в какой-то степени даже уже потом вот даже сейчас оно еще присутствует да то есть что я почувствовала если так взять я почувствовал волну в адрес этого человека например которая еще даже до него не дошла представляете да то есть вот если взять обычного человека то люди не не чувствуют до такой степени да если вы экстрасенсорная то вы можете чувствовать это но беда еще вот чем вы можете это чувствовать как вот есть у меня некоторые персонажи да то есть человек что-то чувствует видит но уровень его проведение этого вашу сторону может быть как негатив потому что либо человек не умеет перерабатывать от негатив то есть как я вот сегодня сделал да я что сделал я практически переработала негатив через свои ощущения да сняв с этого человека плохое если вы попадаете на людей которые просто что-то видят чувствует то в итоге они просто могут провести вам негатив понимаете да если вокруг вас есть люди у которых сильнее сознание в чем-то чем ваше или они что-то больше видят то вы тоже можете получать пробои то есть ну это не надо этого бояться надо просто понимать что как бы если человек вашу сторону что таких людей называют глазливыми знаете то есть человек почувствовал он вам сказал может быть хорошее что-то на самом деле там пошло плохое то есть вот сама форма проведения негатива к вам да нам может быть разной защита абсолютно не бывает то есть насколько вы где-то правы или нет вы цепляете если у вас все-таки негатив снимается периодически вы как с этим работаете через кого-либо соответственно у вас есть система да например какая-то которая вас защищает тогда вы уже будете более защищены да как бы и ну первый принцип конечно не не отдавать свою какую-то информацию лишнюю окружающим да маргарита ну вот есть такой момент как сама сглаз бывает да когда человек начинает о своих там каких-то планах рассказывать и получается чем большему количеству он рассказывает тем больше негатива зависти он может себе привлечь правильно да это тоже есть и кстати очень серьезный аспект потому что бывает что ну многие люди такие откровенные да хочется поделиться ну например там что человек хочет это сделать то пятое десятое в итоге у человека ни пятое ни десятое может не получиться смотря кому он рассказал да и здесь мы как бы опять же какую ситуацию видим что не сам человек опять же сама сглазила человек просто рассказал свои желания которые как проекты ну желательно не рассказать то есть принцип какой есть ты еще это не сделал то не надо это рассказывать причем я например специально рассказываю информацию какую-то определенным людям что я хочу сделать и у меня бывает что это не складывается почему во первых потому что это сырой проект то есть я просто о нем подумала как вариация на тему но во вторых я допустим об этом подумала не сейчас сделать а попозже но идею я сказал не с кем людям и в зависимости от того кто эти люди я уже анализирую степень реализации этого проекта не то что люди глазливы или я там сглазила сама то что как бы я сказал сырой проект который в принципе надо было сделать а потом сказать вот чем дело потому что тут существенно играет роль как у если вы говорите проект про свое продвижение например да ну например вы хотите снять какой-то офис да где-то там я не знаю в москве например имея офис где-то в другом месте и вам хочется просто из района москвы в другой район и вот вы по дружеской ноге там вот как у меня коллега до к 1 поделилась она ну все у человека зависла эта идея хотя тот район был ей удобен чем тот где она сейчас работает по дороге поэтому здесь существенно влияет такого рода негатив что как бы как кто-то такая чтобы себе это позволять типа того бывает зависть до элементарной зависть то есть вас пробивает на стыке зависти вас пробивает на стыке сыроватости вашей идеи допустим она сырая да и вас могут пробивать на стыке просто негатива вашу сторону если вы там в чем-то публично или там у вас кто-то знает такие же планы я тоже сколько раз проверяла да когда дружите с кем-то вы кому-то говорите идею допустим я хочу там это но я не знаю что-то создать что-то это у меня такой пример был прекрасный это подруги я поделилась мы хотели в подъезде железную дверь свое время сделать там много лет назад как только я человеку сказала эту идею у нас ничего не получилось зато вдруг в ее подъезде все соседи сразу же скопировались и сделали двери и она даже за это не платила то есть существует принцип забирания вашего проекта под себя то есть если вы кому-то говорите какую-то идею человек берет вашу идею допустим не факт что он вам желает хорошего мы сейчас берем недоброжелательных людей да допустим человек вам желает плохого или завидует и допустим говоря что вы что-то хотите снять купить сделать починить вы ставите под удары это состояние да одно дело если это сырой проект опять же то есть каком плане на него надо больше денег на него нужно время там как ремонт да или постройка дома соответственно опять же тут имеет место быть элемент зависти обязательно да если вас это пробило и вы не можете потом купить тот кирпич который вы хотели потому что вы там другу сказали что вы хотите вот этот кирпич то есть тут существенные пробои есть но всегда можно сняв это выйти из положения да вот если не снимать такие пробои что происходит это идет как накопление вы в одном месте получили такой пробой у вас не сбылось то что вы хотели то есть в другом в третьем в итоге как бы у вас наступать может разочарование потому что у вас как будто бы блокируется все планы это уже переходит в хроническую порчу а хроническая порча это накопленный негатив который в принципе может быть многолетним родовым генетическим и приобретенным да соответственно и достаточно какой-нибудь тетеньки извините с колобищенской землей подскочить к вам и сбросить вам эту гадость и может быть фатальная ситуация там да если вы не работаете с собой маргарита ну то есть получается человек если что-то планирует ему лучше все таки об этом не распространяться особо да существует поговорка если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах да поэтому лучше все таки свои планы держать себе и когда уже все сложится когда уже все закрепиться тогда можно уже и рассказать кстати вот эти все планы вот смотри если допустим человек развивающийся ну например да там и ты например кому-то рассказывает сейчас я буду там это делать то пятое десятое не знаю тарелку борща супа буду прекрасно варить твои планы да могут восприниматься как гордыня ах тебе там ты еще и борщ хочешь варить такой классный да там там а те люди голодают там ага вот так вот и вот это пробивает очень сильно кстати ну это можно расценить как зависть получается давить да это зависть самый 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 жесткий пробой идет от зависти причем если вы дружите с человеком вот пример такой приведу чек вас уважает любит там я не знаю ну как делового как друга там по другу я не знаю ну просто вот честно такие отношения да человек вас уважает за ваше какое-то направление но если человек вам вас воспринимает на стыке когда вы только начали общаться вы еще были на одном уровне а потом через время вы допустим лет за 10 выросли а человек в принципе остался на том же уровне по сути ну кроме развития сознания и когда вы с такими людьми сталкиваетесь и говорите им о своих планах или у вас появляются люди так другого статуса да или еще как то то вот такие люди вас могут тормозить даже с точки зрения как же так как же вот она или он там они поднялись а вот она или он они на том же уровне то есть вот такие друзья как бы если они с вами не идут не развиваются в ногу это будет якоря то есть эти люди будут своей завистью подспудной то есть ты никогда не подумал что человек завидует но человек будет завидовать и есть еще человек и там допустим имеет наклонности к ясновидению там каким-то магическим делам там ну допустим спонтанно осознанно да занимается этим то вы прямо прямо скажем вы имеете человека который вам не по не поможет а наоборот утопит то есть это реально это реально факт я с этим много раз сталкивалась и это очень сложно действительно впустить там например в свою команду кого-то потому что ты не будешь ты не гарантирован да например вот как я в своем направлении от какого-то человека который будет троянским конем да и так как многие до человеческий фактор к сожалению у людей присутствует сейчас злоба зависть и люди хотят власти особенно если кто в эзотерику идет и вот тут вот можно столкнуться с очень большими проблемами ну вот есть же такая история про ведро с крабами да когда много крабов в одном ведре когда один только попытается наверх вылезти и выбраться из ведра то остальные сразу хватает его и тащат вниз хорошая история я чё-то первый раз слышу такую хорошую историю я буду понимать теперь о чём речь всех крабов кто тянет вниз надо наверно отстреливать всех крабов ну а бывает такое что вот дружишь с человеком и действительно в какой-то момент понимаешь что ты уже далеко вперед убежала он как бы на своем уровне остался на бытовом там не знаю не но бывает понимаешь такие люди на бытовом вот они на своем уровне но они прям рядом с тобой рядом рядом и ты понимаешь что это вот действительно ты можешь опереться на человека но он на своем уровне а бывает что человек а амбиции зашкаливает. И в итоге как бы все твои действия, какие ты ни говорил в своем направлении, они могут таким человеком подвергаться сомнениям. И выходит как? Ты говоришь, что ты хочешь одно сделать, а человек внутри на тобой смеется или сомневается специально, понимаешь? И в итоге ты получаешь человека, который в принципе не развивается, в принципе тянет тебя на свой уровень кухни, понимаешь, да? И в итоге ты понимаешь, что ты просто, ну вот я просто у меня были такие случаи, я очень четко сталкивалась с этим. И я думаю, что очень многие в своей жизни с этим сталкивались, да, как бы, что люди, которые знали вас в юности, они могут тянуть обратно. Я, кстати, недавно, по-моему, какому-то человеку из бизнеса тоже мы разговаривали, и я говорю, ты около себя кого-то держишь, ну, каких-то людей там, я сейчас не помню. Я говорю, ну, с этим человеком у тебя уже был косяк, говорю, он тебе кидал, говорю. Тебе надо отойти от этого человека, а ты его в друзья берешь, ты как бы себя тянешь на тот же уровень, с которого ты вышагнул, там, допустим, живя в каком-то городке, там, потом ты стал вот в Москве, да, там, ну, ты как-то посмотри, зачем тебе... Ну, понимаешь, мужчины, допустим, они более консервативны в дружеских отношениях, особенно с мужчинами, да? И как бы дружа там с детства, они могут тянуть каких-то друзей, да, например, там, или с юности, или пройдя какое-то там время, и так люди могут опираться на таких друзей, ну, да, он уже знает, что этот человек предавал, но он уже знает, как с ним себя вести, и вот я даже говорю, понимаешь, что если ты хочешь выше шагнуть, ты должен шагнуть, а не там делиться планами. Опять же, опасность, опять же, вот опасность всех, как бы, да, людей, кто делится планами там на разных уровнях, это люди попадают под перекрестный пробой от тех, кто не может себе этого позволить, все, и в итоге начинается проблема. Ну, некоторые не могут себе позволить, а некоторые комфортно и на их уровне, и они считают, что раз они вот как те крабы, да, на своем уровне сидят, то другие, как бы, почему это они даже думают выпрыгнуть из этого ведра, им должно быть всем одинаково плохо. Да, и это тоже есть, да. Вот я просто знаю, что в той же Америке, да, много, как бы, общалась, там вот люди все-таки, да, немножко другие в чем, там, если человек вышел, прославил чем-то город, то его будут уважать, то есть, да, там, это будет значимый гражданин города или как-то у них, да, там, вот, а у нас в России как это происходит? Ты, допустим, прославляешь какой-то город только тем, что ты делаешь, и тебя знают, этот город вообще узнают, потому что, например, ты в нем, да, и я знаю много случаев людей, кто, в принципе, потом в эти города не возвращался, потому что там очень много было завистий. С одной стороны, люди счастливы, что человек вроде поднялся из их города, а с другой стороны, какая-то часть населения ненавидит этого человека за то, что он выскочил из этой обоймы, а они вот в дерьме живут. Хотя у каждого своя тарелка абсолютно, то есть, то, что, допустим, может поднять один человек, то есть, кто-то может быть, извините, президентом страны, а кто-то может быть только на уровне кухни, правильно же? Маргарита? Ну, вот очень часто бывают истории, когда кто-то там с провинциального города, даже возьмем знаменитости, да, они выбиваются вверх там своими какими-то способностями, кто-то там певец, кто-то там актер, и потом они, допустим, в Инстаграме показывают свою жизнь, да, как они хорошо живут, какие у них дети и все остальное. Я предполагаю, что очень много завистников и очень много негатива попадает на таких людей. Что с ними происходит? Они же молодыми в основном уходят или начинают очень сильно болеть, если они не умеют защищаться? Да, кстати, и тут еще один фактор работает. Во-первых, как бы всех тоже предупреждаю, вот хочется, конечно, что-то показать, но если кто читал вот мои ежедневные отчеты, обратите все-таки внимание, насколько я скупо даю какую-то личную информацию, да, насколько я не выставляю какие-то фотографии, где я присутствую, да. Вот, когда, допустим, какая-то тусовка, назовем это так, показывает, ну, допустим, вечер на рублевке, да, и как там, ну, молодые бизнесмены могут себя вести и так далее, тут же, значит, могут звонить люди там и говорить, вот, посмотри, там плохо себя ведут, и когда ты смотришь, там ничего такого нет, это просто, ну, молодежь, да, там, выпьем ше, то есть все цивильно, ничего такого. Но, понимаете, та тусовка, которая отсюда это посмотрела, как же так на рублевке, понимаешь, да, поти какой-то там, да, ну, как принято у молодежи, они скидываются, собираются, снимают эти дома, сейчас же у нас как это, их можно, пожалуйста, снять, там, на сутки ты можешь снять дом на рублевке и танцевать там, и показывать, как ты живешь круто в Инстаграме. Очень же много людей, кто любит пускать пыль в глаза. Еще тоже фактор существует, чем больше люди показывают, как они благополучны, как бы, да, ну, я сейчас беру обычных людей, не эзотериков, да, то этот фактор тоже пробивается, пробивает по тому, что вы показываете, опять же, желаемое, да, по большей мере, потому что вы же свои проблемы не показываете. Там, я не сторонник, например, вот я недавно случайно попала на видео, где там какие-то три девочки, я даже не запомнила, кто это. Ну, просто люди сняли вот в истории Инстаграма, мне случайно просто после моей там какой-то истории или еще чьей-то попалось вот это вот. И офигительно богатый дом, там трое детей, родители себя не показывают, видимо, но вот показывают, какие они подарки там средней дочери дарят. Ну, честно вам скажу, да, там как бы такие вещи можно было бы не показывать, вот реально. Почему? Потому что вот она спускается по этому богатому дому, девочка, а уже, а я вот как парапсихолог, да, я посмотрела, и я уже поняла, будет ли она так спускаться круто по этой же ступеньке через 10 лет? Вопрос, да. Почему? Потому что, в принципе, как бы то богатство, которое приходит к определенным людям, оно же не всегда приходит прям супер заработанным. Те, у кого оно заработано, у тех оно и держится на том уровне, на котором оно заработано. Там, где есть какой-то косячок, да, допустим, родового характера по имуществу, да, там, где есть косячок гордыни, пафоса, там идет пробой, все. То есть, опять же, где корона у человека на голове из-за того, что он там по такой шикарной лестнице туда-сюда бегает, пока эта девочка не осознает, что она круто живет, понимаете, да, но она уже где-то ходит в какую-то школу, то есть для нее уже обычные люди это не люди, вот что страшно. А как это будет через 10-15 лет, вот уже вопрос. У меня почему-то возник вопрос, когда я посмотрела эту семью, потому что я уже почувствовала, сколько негатива было на этом видео, представляете, на этой истории, потому что, видимо, там, ну, количество, кто смотрел, я не видела, но это да, это неприятно, понимаете. Неприятно сам факт, что люди выставляют свою жизнь. Для них это нормально, понимаете, а для кого-то, извините, кто на 5 тысяч живет там или на 10, это вызовет зависть, это, потому что человек такое себе не может позволить, да, кто-то, потому что в силу того, что люди так вообще воспринимают мир и выше этого они подняться не могут, у кого-то негатив, и люди тянут кармическую лямку рода, да, вот в этой нищете какой-то, кто-то просто не видит перспектив, пробитый энергетически на уровне школы, и у человека так и идет всю жизнь, да, как бы не может понять, что он хочет, то есть топчется на том же самом месте. У кого-то порча круговая, да, человек с одного начинает, к тому же потом возвращается грабли, да, вот. И, соответственно, вот как бы люди потом осаживают свои стремления что-то поменять, они смотрят чужие жизни, и их нереализованность и зависть может пробивать вот таких вот людей, кто показывает, как они круто живут в Инстаграме, да, потому что одно дело, если бы вы, допустим, последовательно показывали, ну, например, я не знаю, как вы там с нуля начали, и потом вот вы там, не знаю, с какой-то сраной квартиры, вы потом перебрались там в какой-то домик там, потом еще что-то, и там есть последовательность, как вы все этого добились, да, там чуть ли не сами там строили. Это одно, да. Вот. Второе, допустим, вы, как это сказать, показываете сразу шикарный дом, представляете, да? Ну да, когда путь к этому остался. Путя к этому нету, да, как вот человек добился там. И все думают, а почему он, а не я, почему ему упали такие деньги, а я тут сижу и как бы и в нищете, и что мне делают. Да, 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 да. И по моим ощущениям они вот свои неудачи, свой негатив все-таки навешивают на всех. Сбрасывают, да, сбрасывают на более... Да я даже свой пример скажу, я очень скромно живу, да, но я не в состоянии, еще раз вот повторю, я на видео в том раз у Майкла сказала, я не в состоянии по времени себе готовить. То есть мы так живем, что у нас бурный образ жизни какой-то, да, рабочий там, где-то куда-то я мотаюсь, ездю, и я просто, у меня нет времени на это, да, как сами знаете, чтобы приготовить тот же борщ или что-то, надо для него что-то купить. Для этого нужно время, вдохновение, правильно же? Если на это нет времени, то все обходятся обычной яичницей, там, или омлетом, там, или, ну, чем-то, что завалялось в холодильнике или купилось на быструю ногу или руку. Вот. Но я выставляю фотки, там, я в тройке, я в Якиторе. Мне задали вопрос такой вот, и это, я думаю, что неоднократно он возникает у тех, кто смотрит, там, мои аккаунты, там, ну, наверное, там, как мне даже на уровне нашего города, когда я в фотоотчетах выставила, мне неоднократно, особенно я активно, как бы, выставляла раньше фотки в начале этого года. И у меня упорецко, как ты круто живешь, там, каждый день в Якиторе. Хотя не каждый день, да, там, понимаете, но все равно. То есть это вызывало зависть. И, кстати, да, пробивают. И потом вдруг у меня не складывался в Якиторе, я уезжала в другое место по какой-то причине, там, завтракала, обедала, ужинала в другом месте. То есть ты людям не объяснишь, да, что, допустим, у меня образ жизни, как бы, прыгающий такой, то там, то здесь, и мне надо все успевать, да. Как бы образ жизни того же предпринимателя никогда не будет, никогда не будет принят человеком, который работает в бюджетной сфере. Это тоже конфликт поколений, например, да, когда родители привыкли, что работают все так, и когда видишь, что их ребенок работает практически круглосуточно, ну, непонятно как, на дому, то у родителей возникает вопрос, а ты что вообще делаешь, да. Я реально скажу, да, вот это вот тоже пробой, кстати, между прочим, от этого может быть. Поэтому, ну, я как советую, конечно, там совсем нельзя жить, там ничего не показывая, но какие-то вещи можно показывать, я не знаю, как-то более культурно, что ли, не выпячивать, то есть, ну, как бы, если даже элементарно вызывает зависть, представьте, да, а что может вызвать, извините, что вы в коттедж приедете жить, и чего? Ну, насколько я знаю, допустим, если человек сфотографировался, то если фотография свежая, то там самая мощная энергетика у человека, и, соответственно, на нее можно навесить любой негатив, с него можно с этой энергетики тоже себе что-то забрать. Чем, ну, как бы, чем более ранние фотографии, тем, как бы, меньше уже ощущение от энергетики человека. Ну, вот самые свежие фотографии, особенно мощная энергетика, насколько я знаю, у детей. Поэтому фотографии своих детей выставлять на всеобщее обозрение, ну, я лично считаю, что это очень глупо и очень рискованно. Ну, это да, сто процентов. Я тоже говорила много раз об этом, что, ну, я свои фотографии и все видеосюжеты ставлю под защиту, то есть, как бы, да, ироническую, и ментальную. Хотя я знаю точно, что делать на скриншоты. Я в этом не раз убеждалась. Но принцип какой? Фотографии можно выставлять с законченным циклом действий. Допустим, вот я вчера была в тройке, вечером я писала, фотоотчет, видеоотчет свой, да, ежедневный отчет, и, соответственно, я поставила эту фотографию, да. Я поставила ее, там просто тарелки с едой, там карты эти, вот эти вот, как их зовут, учетки, да. Вот. И я вам скажу, что, да, вот, как бы, это уже законченный цикл. Я вечером, я поздно, там, в час выставила вот этот ежедневный отчет. То есть, меня уже на тот момент как бы в тройке не было, да, допустим. То есть, уже сглазить, допустим, или что-то сделать, навести порчу на эти фотографии невозможно, потому что практически они закончились, цикл действий. Вот. Если кто-то селфи выставляет, это тоже опасно. Делать могут, просто позавидовать могут, сглазить. Я, например, по пробоям иногда отслеживаю, с какого скриншот, с какого видео был сделан скриншот и кто сделал, да. Там, ну, у меня есть откровенные недоброжелатели, да, которые мне иной раз об этом говорят. Вот недавно тетенька даже подъехала к подъезду с кладбищенской землей того дома, где там у меня мастерская. То есть, практически, я вам скажу, что у людей как бы в голове ничего нету. То есть, люди иногда настолько завидуют, что даже вот эта зависть тянет человека на все, что угодно. Это самое страшное в людях – это зависть. Потому что зависть формирует уже ненависть к человеку, который успешен. И начинается вот эта зависть к тому, что человек умеет. Еще очень страшная вещь, да. Тоже вы имеете в виду. То есть, если вы что-то умеете, ну, выставляете уже тоже какой-то законченный цикл событий. Потому что, если вы выставите, ну, как вот я в свое время выставляла, в свое время мы занимались в том году у Родиона Станиславовича в художественной школе. У него была студия. Мы занимались, рисовали. Я выставляла холсты, да, какие-то там, ну, начало, конец работы и так далее. И вот я довыставлялась с тем учетом, так как все-таки он не очень хотел вести эту группу. В итоге он отказался ее вести, хотя, говорит, единственное, кто радовал его на занятиях – это я и дети, потому что у меня была цель научиться, да, портреты рисовать. А у детей тоже самое. Цель – поступить, да, я рисую. Ну, кто портреты именно рисует. Но я вам скажу, пробой я получила, да. То есть сейчас вот как бы найти мне, как бы мне приходится самой как-то что-то делать, хотя, ну, не совсем я считаю себя в этой сфере образованной. То есть тут нужна уже практика. Но пробой я тогда получила, да. Потому что выставляла сырые работы. То есть только середина пути или начало. То есть не концовка сюжета, а вот рисую, раз – выставила. Ну, я как бы опять же с этим экспериментирую, согласитесь, да. А если человек по незнанию это сделал, да, там… Сейчас я не выставляю никаких работ, которые сырые. То есть вот есть они у меня, но я их и не выставляю. Никто не знает, что я делаю в художественном смысле. Ну, вот я тоже предпочитаю в соцсетях нигде не выставлять ни свои изображения, ни тем более моих детей, потому что я понимаю, какое может быть воздействие. Вот есть еще такой вопрос. Вот, допустим, фотография в соцсети. И есть, пришел, допустим, к какой-нибудь колдуньи там или к магу пациент, скажем так, да, с порчей, там, с глазом. Вот снимают с него эту порчу с глаз, например. Есть же, то есть человек, который это снимает, он же у себя это тоже не оставляет, он куда-то это сбрасывает. Вот он может сбросить там на какие-то предметы, их куда-то выкинуть, кто-то подберет и подберет, да, или вернуть тому, кто сделал. А есть еще, наверное, вариант все-таки там по фотографиям в соцсетях скинуть на этого человека. Есть такой вариант? Ну, знаешь, я просто допускаю все, что угодно, может быть. Если мне, например, на мои посты в трех наших группах заряжаю неделю на позитив, да, вот я в 3 часа ночи во вторник только успела выставить, да, не в понедельник. А у меня есть недоброжелатели, где мне одна дамочка, ну, заказной троллинг, как это называется, которая меня уже троллила, да, ну, откровенно пишет, что вот твоя куколка висит, я ее тыкую булавкой, у тебя там проблемы в том или ином месте. Вот это как? Ну, я, конечно, отшучиваюсь там, я, соответственно, свои методы тоже делаю, я знаю, кто это, я по-своему работаю. Но, опять же, я же не могу сразу убить человека, чтобы это как бы связали со мной, понимаешь, да. Я это делаю постепенно. Но фишка в чем? Сам факт, да, мне, конечно, я и выставляю дуру, я говорю, послушай, говорю, ты неадекватная, если ты куколками так интересуешься, ну, как бы, да, ты понимаешь. Я начинаю поджучивать. Но сам факт неприятен. То есть у человека в голове что вообще, да? Ну, вот непонятно, зачем они этим занимаются, но я так предполагаю, что это все-таки черная зависть, которая... Это элементарная зависть. Это элементарная зависть, да. Избавиться и, в принципе, и не хотят, потому что им комфортно. Не, ну, ты пойми, человеку комфортно, вот, ну, тут заказной троллинг, ладно. В принципе, как бы, да, в принципе, если взять меня, то моя профессия может кого-то задевать. Сама по себе, даже с точки зрения того, что битва экстрасенсов нас показывает, ну, прямо, скажем, не в том варианте, как мы работаем. Почему я стала ежедневный отчет писать? Чтобы люди видели, как такие люди, как я, живут. Вот и все. То есть это некое реалити-шоу, да, как бы, как вот я провожу день. Пусть без подробностей, но все-таки, да. Вот. И там можно точно понять, вот, все события у меня, они прям приближенно реальны. Кто знает, как я провела день, все прям четко вот понимают, даже о ком я говорю, когда я говорю, там, работала с квирентом, там, США, да, там, например. То есть люди, кто у меня был вот день на приеме, они, читая этот ежедневный пост, понимают, что это я про них. Но я не говорю конкретно, кто что. Но это вызывает зависть, понимаешь? Это вызывает зависть, что, как бы, вот такой человек и есть. Это может не вызывать зависть, если, допустим, к вам люди обращаются за помощью в чем-либо, а вы там в чем-то добились чего-то, то у тех, кто к вам обращается, это не будет вызывать зависть, их будет радовать, что такой человек для вас что-то делает. А у тех, кто антагонистичен к этому направлению, там, это будет вызывать зависть, да, там, и люди будут стараться, как бы, опустить на тот уровень, то есть, как бы, задеть такого человека, как я. Ну, как же так? Хотя бы рядом постоять. Вот в чем дело-то, понимаешь? Зависть. Я еще тебе скажу одну вещь такую. В свое время мы с моим бывшим мужем, мы гастролировали много, он достаточно известный человек в эзотерике, и мы приехали в Краснодар, мы так только начали, это был, сейчас скажу, это был 92-й год. А тогда, если кто помнит 90-е, все знают, насколько было сложно, то есть нам даже люди бартером платили, потому что зарплаты тогда не выдавались, да. Вот. И через какое-то время с нами работали люди, ну, представь, в советское общество, и вдруг вот такие лекции, да, эзотерические какие-то у него были. И была ситуация, где сидели люди, кто организовывал нам на деньгах. Вот я, кстати, вчера эту ситуацию вспомнила с этим человеком. И я почувствовала просто интуитивно, что нас обманывают. Ну, представь, да, там, вот он приезжал там с лекции, говорю, вот, там народу столько, но я чувствую, что столько, по деньгам какой-то обман. Вот. А ему неудобно это сделать. Сделала это я. Я конкретно подсела, проверила, вошла в дело, всех осадила на место. Соответственно, тут же вычислили там человек 10, проходили бесплатно, но мы так поняли, что с них деньги-то брали на себя в карман. Естественно, представь, какую ненависть мы там сразу возымели в свой адрес. Через какое-то время нас стали троллить эти же люди, кто раньше там восхвалял. И потом появился человек, который стал прям вот чуть ли не активно, ну, прям очень мужчина, да, молодой парень, который прям стал добиваться ученичества около нас там, чтобы быть постоянно. В итоге у нас конфликт сильно на этой почве был. То есть он что-то там пытался пробовать, потом он отвалил, короче, потому что благодаря тому, что я объяснила, ну, своему мужу, как бы на тот момент, что этот человек не то. Вот. В итоге получилась ситуация. Он начал хамить. То есть мы приезжаем в город, он собирает людей, и в зале, где мы работаем, допустим, да, он около зала начинает всем людям говорить, какой мой бывший муж там плохой, какие лекции его хреновые и прочее. И был момент, я как бы, ну, тоже мы говорили на эту тему. Я сказала, а, мой бывший муж тогда сказал, говорит, ну, сейчас он бывший, тогда нет, что, говорит, этот человек просто хочет благодаря имени его же подняться только потому, что он его, ну, грубо говоря, сегодняшним языком троллит. То есть, понимаете, как бы, когда кто-то, кого-то там высмеивает более известного человека, этот человек за счет вот этого пытается подняться, то есть показать свою значимость. А, вот я такой, я троллю там самого там, не знаю, Михалкова, вот Бесогон, он прогрев там, пустил информацию, какой троллинг начался в его адрес, да, там, между прочим. А ведь он серьезные вещи говорил, и как, в принципе, в адрес его там кто-то что-то шутил, да, там не очень хорошо. То есть люди за счет попытки подшутить на кем-то более известном, более, да, ну, достаточно поднявшимся, как бы они за счет этого пытаются свое, ну, свою какую-то вот неполноценность, что ли, закрыть этим, понимаете, вот в чем беда. Ну, сейчас это еще, говорят, поднялся на хайпе, да, за чей-то счет. Ну, да, да. Хайпанул и вперед. За счет, за счет кого-то он выехал, скажем так, в какие-то... Ну, я, честно говоря, насчет этих хайпанул, я очень, у меня разговор вообще очень жесткий. Кто хайпанул, на том хайпанул, и он и закончился, или она, это сто процентов. Ну, да, они же, они в какой-то момент, скажем так, подпрыгнули, а удержаться на той высоте, на которую подпрыгнули, они уже не могут. За счет чего они будут удерживаться? Нет, такие люди удерживаются, такие люди удерживаются, я тебе скажу, за счет чего. Как это выглядит энергетически? Допустим, идет какой-то троллинг. Если просто реагировать на это, то человек, которого троллят, будет испытывать нервное состояние. Кстати, вот я сейчас буду лоббировать, все равно я лоббирую закон о троллинге, чтобы на это обратили внимание, потому что если у людей психика слабоватая, и они попали на троллинг, то некоторые люди могут до суицида дойти, я вам скажу. Особенно, если это школьное время, мы все помним школу, эффект белой вороны, у кого его не было, были же такие люди, и есть, пусть они сейчас поднялись, но в какой-то степени, как было трудно в школьной периоде, вот этот троллинг школьного уровня, эффект чуча, он сейчас пришел у нас в соцсети. И здесь сейчас получается как, какого-то группа какая-то, в ней начинает троллить кого-то, кто, допустим, новичок или еще что-то. Если человек прошел этот троллинг, и там ха-ха над собой посмеялся, то его там приняли в стаю, и начинает троллить еще кого-то. Но если человек дал сдачи, особенно такого плана, как я, то ну как же так, попытка передавить надо. Вот те, кто меня передавливал, они некоторые даже не живы сейчас, да, потому что в этом плане, как бы я гашу, и причем я учу следить за базаром. То есть если человек что-то не так сказал в мой адрес, ну ты потом отвечай за эти слова, да, то же самое в принципе должно делать государство на самом деле, чтобы общество было здоровым, должны отслеживать такие вещи. Это и есть здоровый климат, да, в общении. Кстати, самоизоляция, когда у нас, помните, грянула, все вылезли в соцсети. И помните, какое было изменение состояния соцсетей? Люди стали даже публиковать посты о смысле жизни. То есть люди стали озадачиваться. А вот мы там то не ценили, теперь вот сидят дома все, да. Все, кто ныл в том году, что что-то было не так, в итоге получили в момент самоизоляцию, потерю того, что каждый, короче, остался с тем, что было наработано, если мы вспомним, представляете, да. И у каждого были свои трудности. И люди вдруг поняли, что жизнь – это не вот эти вот тусовки, да, там, что все по-другому, да, как-то серьезнее стало. Ну, я надеюсь, что этот опыт как бы даст человечеству понять, что надо как-то по-другому жить, да. Ну, самоизоляция, конечно, при всех своих минусах и отрицательном влиянии, я вижу в ней один большой плюс. Когда человека выдернули из круга, в котором он как белка бегал круглосуточно, и посадили дома, и когда ему надоел телевизор, он понял, что там, говорят, совершенно не то, что на самом деле происходит, он начал искать информацию, что же происходит. и на этом фоне я, во всяком случае, то, что увидела, что появилась больше осознанности у людей, что они как бы раз и проснулись, оказывается, все не так, как нам рассказывают в телевизоре, все не так, как нам рисуют там центральные каналы, и все. И на этом, мне кажется, то, что пытались добиться самоизоляции, то есть они что пытались добиться, чтобы люди совершенно там впали в депрессию и начали там, я не знаю, сами уходить добровольно, оказалось, что ничего подобного, люди начали просыпаться. Здесь, да, есть и какая-то часть, которая просыпаться стала, есть какая-то часть, на которой самоизоляция не повлияла, сделала хуже. Почему? Потому что очень трудно было родителям с детьми, потому что дети все-таки в замкнутом пространстве, как бы им трудно объяснить в такое благополучное время, почему надо сидеть дома. Очень большие проблемы возникли, то есть каждый понял, каждый столкнулся с теми косяками, которые у человека, как говорится, оказались в реальности, да, то есть, как бы для меня, допустим, самоизоляция, она, ну, как бы по сути ничего, только офис у меня стоял, да, два месяца. Я не принимала в офисе, у нас не разрешено было. Вот, ну и потом, как я буду принимать там в коридоре, что ли, держать людей, у меня все-таки эффект таинства должен быть. Я не принимала, вот, но я как волонтер там крутилась, что-то делала, ездила с нашей администрацией на тот момент, да. Я вам скажу свои ощущения, мы когда, я вообще могу автономно работать там, либо дома, либо в мастерской, там, ну, только в офисе я вечером уезжаю, а так, в принципе, я могу, как бы, не вылезая из этих своих пространств, работать и онлайн, и так, у меня полно творческих проектов, но я заметила одну вещь, что люди после того, как сели на самоизоляцию, вдруг стали хотеть общаться. Вот прошла первая неделя самоизоляции, я как бы это на соседях обратила внимание, когда мы вышли, вдруг все пересеклись, мы сначала ногами пытались здороваться, потом мы общаться, стали разговаривать, и вот этот вот, как бы, контакт именно с живыми людьми, вот это вот, оказывается, это самое ценное. И сейчас очень многие понимают, что свобода передвижения из пункта А в пункт Б – это счастье. То есть самоизоляция дала такие понятия, но есть какие-то люди, которые с чего ушли, на том уровне и остались, как бы, да, для них бесполезно, их там, может быть, только исправит фатальная ситуация, я так думаю. Ну, много на этом фоне и семей распалось, конечно, были такие моменты, но я предполагаю, что распались те семьи, которые, как бы, и не были особо. Где не было спайки, где люди жили, как соседи, где связывало что-то, типа, как имущество и прочее, те семьи, практически, они распались, то есть, если даже такие семьи держатся, то, опять же, их что-то связывает, как имущество, какие-то договорные обязательства. Привычка, может быть. Привычка. Может быть. Ну, ты знаешь, я тебе скажу одну вещь, что, когда люди развиваются, жить с человеком, который не хочет ничего менять, или с людьми, да, там как-то это тяжеловато. Ну, бывает такое, да, и это тоже я допускаю, конечно, ты права на... Ну, я когда встала на путь саморазвития, у меня, я по себе знаю, много, скажем так, контактов просто пропало. Да, да, пропадает. Потому что вдруг стало не о чем с ними разговаривать, когда ты пытаешься что-то им рассказать, и видишь пустой взгляд, и сразу видишь, что блок стоит, уже дальше о чем-то говорить и не хочется. Или на тебя смотрят так, ну, типа у тебя уже все, как говорят, кукуха уехала, поэтому ты там что-то в конспирологию куда-то пошла, там, или там в эзотерику, это все чушь, надо жить сейчас, вот, там, заработать, там, потратить, там, купить. Ну, да. Ты не о том думаешь. Ну, то есть такие моменты тоже присутствуют, и после этого уже не особо хочется общаться, потому что общих тем уже практически нет. для общения. Ну, вообще, да, вот я, когда в группа начала выходить, вот наши местечковые первые разы, я выходила, и я вдруг поняла, что я могу что-то дать людям, да, какие-то понятия. Когда я столкнулась с тем, что люди мне хамят, как бы, а я все-таки известный человек, да, я сначала не знала, что с этим делать, ну, честно, да, это было в 13-е там годы, вот, хотя я сталкивалась с троллингом, и я умею анализировать, защищать, как бы, людей от троллинга, я работаю с этим, но где-то, наверное, когда я активно столкнулась в свой адрес с троллингом, я сначала не знала, как это развернуть. Я пыталась объяснять, хотя с троллингом я столкнулась с 2003 года, с момента начала, вот, как бы, когда я начала свою деятельность, да, меня заказали коллеги тогда, вот, и я пыталась сначала все объяснять, ну, понимаешь, да, вот, сейчас уже прошло время, я вдруг поняла, что объяснять я больше не хочу, у меня теперь черно-бело, понимаешь, либо друг, либо враг, особенно после 2 июня, у меня это очень сильно, и я сейчас даже не объясняю, я просто человеку пишу обратное предсказание, и есть вот ряд людей, которые там пытаются еще по наката на меня троллить, где-то заказные там 3-4 человека, вот, но в любом случае я, как говорится, достану их тоже, это 100%, причем у меня разные методы, и в какой-то степени один из методов, это прежде всего, кстати, если вас кто-то достает, это игнорирование, не внешнее, внешнее это бесполезно, именно внутри, то есть вы как бы сбрасываете это, вы не берете себе этот негатив, это то, что может вас защищать от воздействия, да, какого-то, хотя бы на какое-то время, вы не будете брать себе негатив, это не говорит о том, что вы все время на позитиве, и вы типа такой, говорите себе, а, я на это не обращаю внимания, все будет отлично, нет, если вы это сказали, все, значит, вы уже обратили на это внимание, внутри у вас уже там буря в пустыне, вы просто не хотите тратить свое время, но вы в себе это все уже перемкнули, вас уже это ударило, все, вы уже получили пробой, именно должно быть, я сейчас как делаю, вот тоже такая практика, да, вот мне написал там, ну, пара-тройка троллей, там, негатив, я тут же написала в ответ все, что я думаю в их адрес, и я просто это сбросила, вот мне безразлично, чего там мне человек написал там, я понимаю, что вот кто-то мне там написал, говорит, Лен, вот вы почему так реагируете там на это, ну, это кажется, что я реагирую, я просто ответила, это не значит, что это моя внутренняя реакция, вот в чем дело, то есть внутренней реакции не должно быть, потому что люди, которые вас пытаются задеть за живое, они прежде всего вас за душу пытаются задеть, что вы там какой-то не такой, что у вас что-то не так, но при этом посмотрите на себя с стороны, значит, вам в чем-то завидуют, особенно если вы показываете, как вы живете, понимаете, да, ну, какой-то свой уровень. Как быть с такой фразой, говорят, что те, кто вам встречается, и те, кто вот каким-то образом вас цепляют, это как ваши зеркала, то есть они дают понять, что у вас внутри что-то тоже есть от этого, от чего надо избавиться, есть такие моменты? Ну, я думаю, что, наверное, не зеркала, я бы не так сказала, то есть, наверное, это не зеркала, это как-то по-другому. Мы, каждый человек в жизни встречает те ступеньки, через которые нужно пройти, да, как бы, и любой троллинг, любой, школьный ли он, или взрослый, он показывает нам на какой-то наш косяк, где мы сильно на что-то уперлись, а оно, может быть, не нужно, вот в чем дело. Я когда в феврале вступила в партию в Единую Россию как сторонник, меня начали троллить, и не буду сейчас говорить имя человека, это как бы председатель нашего местного отдела была, вот, и она через людей начала троллить, то есть мне придумали какую-то историю, и там вот она в соцсети где-то была. Абсолютно нереальная история, вот, глупая совершенно, причем тетенька, которую пыталась троллить, она как до сих пор, кстати, она сейчас под другим, этим самым, как его зовут, под другим фейком бегать пытается, но в любом случае того фейка уже нет, как бы, да, но сам факт, что я потом, у меня было сильное переживание с первым троллингом, потому что это клевета, да, вот, я все-таки слежу за своей репутацией, потом, когда я сильно это пережила, и там четыре было троллинга, я вдруг увидела, что будет пятый троллинг, и я спокойно отвечу три раза или четыре, и больше не буду реагировать на это так. И действительно, я вдруг нахожу в соцсети пятый троллинг в этой же группе, вот, я написала, что благодарю всех, кто меня поддерживал, потому что люди уже разобрались, что это троллинг, и написала, я ставлю на такие-то виды проклятий тех, кто меня троллит, и написала относительно в адрес той женщины, от которой это исходило, я ее тоже поставила на определенные виды проклятий, ну, и плюс ту, которая это делала, то есть уже адресно, да, вот, фишка в чем, то есть что я сделала, я как бы развернула негатив в их сторону, и также точно сагнорировала, то есть внутри, да, если я, допустим, работала с Никасом, также в комментариях, я за него делала вот эту работу, то есть я сама перерабатываю этот негатив, отвечая там на комментарии, и гася людей, да, там, или с кем я так работаю в комментариях, в их аккаунтах, я также точно, хотя сейчас я практически, ну, как бы стараюсь так вот не брать людей в работу вот с такой нагрузкой для себя, да, вот, и потом, как бы это сбылась ситуация, что еще один троллинг, я действительно так ответила, как я увидела, прям увидела свои ответы, когда вот перед этим видела, да, визуализацию такую, и после этого прошло какое-то время, и я вдруг поняла, что в принципе это будет сопровождать по жизни, всегда будут находиться несогласные, которые захотят меня там потроллить, например, то есть я для себя просто сделал вывод, что мне придется с этим смириться, и следующий мой шаг, это научиться делать так, чтобы того, кто троллит, просто заканчивать там, где он начал меня троллить, вы поняли, да, то есть делать так, чтобы больше человек не троллил, как это уже дело техники, да, мы не будем сейчас это обсуждать, но фишка в том, что при своих способностях я могу себе это позволить осадить так, чтобы человек больше не заикался в мою сторону, вот, другое дело, понимаете, что абсолютная такая техника, она может позволить человеку как бы не соблюдать берегов, то есть я при всех своих возможностях, я стараюсь соблюдать берега, понимаете, в чем важность, снять корону и соблюдать берега, вот, то есть вся проблема человека любого, она исходит от того, где вы их что-то в себе повозвысили, подняли и корону носите, там, вы хотите какой-то проект сделать, вы говорите об этом людям, которые не способны на этот проект, и вам завидуют, для них вы одели корону, вы поняли, да? Ну, это еще называется эго, если человек избавляет от эго, тогда проще становится жить, а вот такой вопрос, как человеку защитить себя, детей от сглаза, вот у нас Ольга Ке пишет, что у нее ребенка пробивают все и везде, никакие булавки не помогают, ее аж выворачивать, стоит на нее просто посмотреть. Там небольшой ребенок, да? Ну, судя по всему, да, не написан возраст, ну, вот такой вопрос. Там кристаллический ребенок, она очень чувствительная, девочка, по-моему, да? Ну, мне тоже, у меня такое ощущение, она не написала, мне кажется, что это девочка. А ты уточни у нее конкретно возраст ребенка, имя и пол, по-моему, это девочка все-таки, но в любом случае, это очень тонкий ребенок, который чувствует чужую энергию, ей надо уметь защищаться. Потом не забывай, что там мама такая же. То есть вам нужна Ольга, да, по-моему? Да, Ольга Ке написана. Ольга, вам надо прежде всего самой научиться быть защищенной, потому что девочка, ну, все-таки, по-моему, девочка, слушай. Что мне тоже так кажется? Не знаю, может, напишет Ольга? Ольга, напишите нам конкретно ребенка. Ну, пока Ольга пишет, есть вот еще вопрос, Ирина Вишневская пишет, а если у нее фирма, ей надо сделать рекламу, как защититься от недоброжелателей? Ну, это опять-таки от зависти, судя по всему. Здесь первое, вы просмотрите сначала свой круг какой-то людей, кому вы про свои продвижения говорите, потому что, если, допустим, вы, ну, держите фирму там с цветами, да, и вы пытаетесь, делать рекламу, и советуетесь подругой, которая работает в какой-то бюджетной организации, ну, флаг вам в руки, продолжайте в том же духе, да, ничего не получится. То есть, еще раз работает принцип, никогда вас не поймет человек в вашем развитии, который работает на зарплате, да, то есть, как бы тут существуют такие факторы тоже, между прочим. И, кстати, о них можем поговорить в следующий раз, да, Маргарита? Вот. То есть, в вашем случае делать вывеску надо не оглядываясь на близкое окружение, заказывать это надо в фирме, которой вы доверяете. То есть, опять же, тут должно быть ощущение, что вам хорошую вывеску делают, а не просто как-то, потому что тут тоже очень важно, я, например, визитки делаю только у определенного человека, да, как бы, вот в чем дело в какой-то степени, поэтому здесь как-то так, да? Ну, вот Ольга отвечает, что действительно это девочка 9 лет. Ну, да, я прямо так и чувствую. Очень тонко чувствующая девочка, рисующая, поющая, может быть, даже. Она иногда, возможно, сны видит. Она экстрасенсорная очень, ей сложно учиться в массе людей, которые... Зовут Катя. Она быдлообразная немножко, какое-то там окружение такое. Девочку надо укреплять как-то, постараться, чтобы она не пропускала энергию сквозь себя, потому что иначе она может стать белой вороной, потому что люди будут понимать, где ее пробить. Таких детей подпитываются, другие дети, и могут энергетически, ну, как-то негатива много сделать, ну, напортить ребенка. Ну, я так думаю... И мама там такая же тоже, экстрасенсорная все, переживательная. Есть определенные способы, как поставить защиту на себя и на ребенка? В принципе, эту информацию, наверное, можно найти спокойно. Это бесполезно, если человек сам... Нет, это бесполезно. Если человек не имел определенных понятий вообще, как ставить защиту и не имеет определенного видения, умения, то поставить себе защиту, опять же, как я вначале и говорила, он может или она только, если имеется интуитивная заложенность в прошлой жизни или генетическая. Вот есть такое у людей, что они вот ставят себе защиту, и у них крепко работает. Но на самом деле, как бы, в этом случае лучше все-таки специалист, да, который вам объяснит, как это делать. Потому что мама одним своим переживанием может перебить все старания любого специалиста. Прежде всего, работать надо с мамой, которая видит ребенка так или иначе. То есть, это нужно менять видение мамы относительно ее ребенка. Ну вот, есть еще момент такой. Допустим, сейчас очень много негатива появилось среди людей на фоне вот этого непонятно масочного реализации. режима непонятного, которого нет ни в одном законе, соответственно, уже начали сталкивать лбами людей. То есть, те, которые понимают, что маски, в общем-то, не особо помогают, и это все, мягко говоря, профанация, и те, которые свято верят, что вот они наденут какую-то тряпочку на лицо, им это поможет. Так вот, тех, которые за масочников, их почему-то гораздо больше, чем осознанных, и начинаются уже драки, реальные драки. Вот я знаю, в Сургуте уже третий случай, когда просто люди всей толпой из общественного транспорта просто выставляют детей на улицу. Ну, это уже крайности, Это дикость какая-то вообще. Это крайности, конечно, да, но вообще я тебе скажу насчет масок, и даже могу насчет ковида, да. Дело в том, что ковид сегодня, это не ковид вчера. На самом деле, как бы первично ковид уже был, только его ковидом назвали уже, когда определили, что это ковид. Изначально его назвали, помните, коронавирус. Если помним мы декабрь, ноябрь 2019 года, очень многие переболели какой-то хренью странной, помните, да, во всем мире, кстати. Потом то же самое произошло январь-февраль. Очень многие, вот я со многими людьми общаюсь, и очень многие подтвердили, и я, кстати, тоже в феврале тоже заболела, это какая-то, как вот грипп, но очень странный грипп, да. Вот. И я, допустим, выходила за счет пограничной жидкости профессора Паснова, да, за счет отваров трав, как бы даже без антибиотиков, да. Вот. Ну, сейчас есть головит у нас, это наше русское изобретение. Вот. Сейчас этот COVID, он уже такой, такого качества, что он не показывает с теми тестами иногда, которые того COVID. То есть он уже мутировал. Сейчас он больше влияет на бронхолегочную, кстати, систему, даже не на легкие, а на бронхи. И они подчас бывают, как у курильщика. Это уже мне сказали люди, кто болел пневмонией, а потом опять они пошли проверяться. То есть иммунитета практически от него нет. Единственное, что вырабатывает иммунитет, если у вас сильный иммунитет сам по себе. То есть если вы принимаете что-то, что вас, допустим, держит на плаву, плюс вибрации, да, так как COVID, вообще-то, это из трех составляющих. Первая составляющая – это коронавирус, всем известно, еще с 70-х годов, по-моему. Дальше это идет атипичное пневмоние. И следующий момент – это то, что у нас разрушает кровеносную систему на фоне всех этих двух факторов. То есть это адская смесь, по сути, представляете, да? Так как это сейчас мутировало у нас уже у людей, то сейчас это так же и бродит. Пока все не переболеют, тут я с Сашей Мясниковым согласна, пока критическая масса переболевших не создаст иммунитет всеобщий, мы так и будем это все подбирать, да? Ну, в принципе, сейчас идет как бы вторая волна, я так вижу, да, уже нового коя демутировавшего. Возможно, как бы, да, может быть, не так самоизолируют, как было, но я считаю, что маски в этом случае все-таки это одно из панацеи вот этой беды, потому что вы хотя бы, на вас не чихнут вы будете или вы не чихнете на кого-то. Вот. Ну, а какой еще вариант ты предложишь людям, послушай, для них это хоть какое-то спасение, ну, не в скафандре же ходить. У нас, кстати, в электростале, когда это только началось, стали кто-то из, ну, подростков, там, может быть, чуть постарше, ходили в этих, в костюмах химзащиты вообще, представляешь, даже фотка где-то была. Нет, просто, насколько я знаю, этот вирус, у которого уже столько мутирующих вариантов уже обнаружено. Да, очень много, причем действует этот вирус на самое слабое место в человеке. Вот если у человека слабая лимфатическая система, будет лимфа... И еще хуже всего, что этот вирус действует на людей, у кого низкочастотные вибрации в сознании. Это я сталкивалась у людей, кто боялся на фоне страха. Особенно, когда у нас Соловьев начинает вещать по телевизору новости, вот эти своим поставленным голосом навешивая информацию людям и прочее, да, типа, ведущие наших телевидения, то есть, понимаете, да? Вообще, да, но я его вообще не смотрю, то есть, это полное ощущение, что куча говна какого-то идет. Ну, кроме вот обучающих каналов, культуры каналов мне очень нравится, да, все остальное это ужас. И, короче, я вам скажу, что идет навес, люди начинают впитывать эти низкочастотные вибрации, и все, представляешь, ужас какой. И на фоне этого люди могут подцеплять этот негатив, даже информационно. То есть, работает как реклама антигриппового, антипротивгриппного препарата, допустим, когда начинают рекламировать лекарственные средства, люди начинают смотреть эту рекламу, и тут же начинается вот этот информационный грипп, который передается сразу на уровне сознания, люди уже готовы заболеть, все, а с учетом усталости населения это может происходить мгновенно. Почему, кстати, вот эта самоизоляция еще произошла? Ты правильно сказала, всех посадила дома весь мир, понимаешь, природа, да, назовем это так. Все вдруг остановились все, представляешь? Притом резко, неожиданно. Резко, да, то есть все бежали, 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 куда-то устремлялись, и вдруг все стало бессмысленным, все резко, представляешь, как страшно, и слава богам, что это не война, и не когда там ныли, вот я говорю, ребят, говорю, вы что своим детям, ну объясните как-то, там одно дело грудным, трудно объяснить, там, ну, маленьким совсем, другое дело уже 5-6 лет, надо как-то объяснять, да, ну хорошо, что это не подвалы Донбасса, да, грубо говоря, или еще что-то там, да, или Сирия там, где люди погибают, ну согласитесь, что все-таки ковид, сидя дома там, на своих консервах, это лучший вариант, да, ну есть косяки, есть минусы, многие потеряли бизнес, в принципе, очень сильно просел, а что сделаешь, ну какие-то потери, это лучше, чем если бы это вдруг весь мир рухнул, представляете, да, поэтому здесь, конечно, ничего идеального не бывает, но вот эта самоизоляция, она всех остановила, вот в этом беличьем колесе, я бы сказала, потребительского мышления, вот, согласись, оказалось, что не так уж и надо и на концерты знаменитостей всяких ходить, нет, да, вдруг стали востребованы другие специалисты, а, кстати, очень многие присели на картошку в своих участках, люди, есть еще притча такая, когда человек идет по дороге и встречает смерть, и спрашивает, ты куда, я иду к тебе в селение, забрать тысячу душ, и потом на обратном пути, когда он встретил смерть и говорит, что ж ты меня обманула, ты обещала тысячу душ забрать, и забрала пять, она говорит, я сколько обещала, столько и забрала, остальные умерли от страха, ну, в принципе, да, то есть, я тут заметила, да, но тут тоже, понимаешь, я тебе скажу, что, например, это трудно объяснить людям, у кого близкие легли под ЭВЛ, да, ты не объяснишь, я знаю семьи, вот я вытаскивала этих людей, и до сих пор я работаю с ними, да, потому что выписывают с поражением легких 50%, потому что врачи дальше не знают, что делать, реально, сейчас вообще непонятно, что происходит, я уж молчу про то, что все остальные заболевания перестали существовать, опять все сели на COVID, да, и практически лечат обычный грипп, извини, ковидными, антиковидными препаратами, ела-пала, это же сильнейшие антибиотики, разрушает печень людям, ну, просто, то есть практически у нас медицина, прямо тебе скажу, с одной стороны, это герои, которые сидят в красной зоне и помогают вытягивать людей, это реальные герои, а с другой стороны, это полная неспособность грамотно и четко все-таки на местах, да, проводить все эти процессы так, чтобы это работало. Еще у нас, я считаю, погибче, чем даже за рубежом, вот, я не знаю, как это объяснить, но я считаю, что у нас медицина должна все-таки быть в совокупности с биоэнергетикой, да, как бы с целительством, потому что, когда приходят люди ко врачу там, они посылают от одного врача к другому, потому что они не знают, что это такое, они абсолютно не умеют ставить диагнозы, представляешь, да, плюс они боятся ответственности, потому что с ними судятся, и все, медицина практически не факт, что поможет. Это в том числе результат реформы, которую провели. Ну, это несомненно, С образованием, то есть сейчас у нас... Что образование, да, что это... В данный момент у нас медики учатся дистанционно. Это вообще... Все, нет, старшие медики, нет, не скажи. Медики, вот, я знаю, первый мед, да, вот у нас у меня там клиентки, ребенок учится с пятого курса и выше, там, я не знаю, сколько курсов, но во всяком случае все старшие курсы, они все на дистанционке, нет, на дистанционке, но практику они проходят вот по месту назначения, да, и в принципе всем студентам было сказано, кто хочет пройти практику при ковидных этих делах, пожалуйста, там 150 тысяч, еще первую самоизоляцию, помнишь? Это я помню, да. Ну, сейчас, в принципе, то же самое, но я тебе скажу, на местах воруют. Я уж молчу про пособие от Владимира Владимировича тоже, на местах могут это все воровать, то есть практически, смотря какой город, смотря какая область, то есть какой губернатор, какие главы, да, муниципалитетов, то есть в России, в принципе, ситуация такова, что все зависит от того, кто рулит, да, там, если начальник хороший, то и в городе будет все хорошо, если, извини, начальник формалист, то все, отсюда проблемы, и прямо тебе скажу, это, как говорится, всего касается, всего, вот что страшно. Давай вернемся к нашей теме, а то мы... Да, мы куда-то пошли, не туда. ...в ту степь, так сказать. Вот есть, я все-таки вопрос его повторю, так как на транспорте очень много, в магазинах сейчас очень много негатива, что с одной, что с другой стороны, все-таки как-то хочется узнать, как защититься от этого, от волны, там идет прямо волна негатива, когда ты... Вот я не хожу в маске, честно тебе скажу, то есть, и на законодательном уровне я прекрасно знаю, какие законы, что ни в одном законе нет, в принципе, обязательства в этом, есть только рекомендации, да, соответственно, понимаешь, что ты, если, допустим, идешь куда-то, в какое-то место, ты предполагаешь очередную волну там негатива, как закрыться от этой волны? Первое скажу, что очень трудно закрыться, потому что существует коллективная воля, допустим, человек без маски зашел в автобус, и весь негатив за свои нереализованные моменты в жизни люди, благодаря этому безмасочнику, выльют на него или на нее, автоматом пойдет куча пожеланий, представляешь, да, ну как ты от этого можешь защититься? Я, кстати, в общественном транспорте вообще не ездю, я абсолютно не могу, я ощущаю каждого человека, и так как я автоматом начинаю работать, мне это абсолютно, ну, не нужно, то есть я только на машине передвигаюсь или где-то хожу, там, пешком, но я стараюсь не соприкасаться с большим количеством народа, меня это утомляет, а если люди вынуждены ездить в общественном транспорте, все равно какой-то свой кокон образуется защитный, если помните, да, вот, но с маской я бы советовала лучше в этом случае не выделяться, во-первых, вы не знаете, кто болеет рядом с вами, кто нет, по крайней мере, в какой-то степени закрытая именно бронхлегочная, то есть маска, она у нас закрывает нос и рот, да, соответственно, вот эта часть у нас закрыта, вот все равно от какого-то воздействия со стороны, на вас никто не чихнет, и вы ни на кого не чихнете, люди рядом с вами будут спокойны, что вы не больны все-таки, да, там, а если вы больны, а ведь ковид, между прочим, он переносится даже без, как это, симптомов, ну, симптомов, ну, по поводу бессимптомных больных, ВОЗ, их очень много, я тебе скажу, ВОЗ, сейчас, секунду, ВОЗ в свое время признал, что бессимптомные, так называемые, носители, они не опасны, они не заражают. Ковид, ковид заражает любого, но потом мгновенно оседает в ту точку проблемы в человеческом теле, которая у человека наработана. Какое место слабое, туда ковид и падает. И если, допустим, вы вовремя не профилактировали себя, если иммунная система слабая, куча хронических заболеваний, то, ну, сами понимаете, что это может быть. Я всем рекомендую вот отвар и трав, да, как бы, все-таки, которые защищают. Но я, допустим, на них постоянно, да, там вот, если я неделю не попила, уже какое-то у меня подозрение там на что-то было, да, там простудное, потому что все-таки у меня там печка в машине до сих пор не очень сделана, да, не греет как надо. вот, вот, здесь все-таки профилактика, опять же, рекомендую головит, да, там в трех видах продается, вот, потом не забывайте, все-таки еще какие-то есть препараты сейчас, да, вот, потом все-таки, опять же, маска и перчатки или хотя бы жидкость, вы там пришли, обработали руки спиртовым каким-то раствором, да, чтобы, где вы там что хватали, вот, опять же, магазины можно стараться посещать, когда меньше в них народа, если есть возможность, когда все в масках судорожно бегут в глобус у нас в электростале выходные дни, ты не представляешь, что это такое. Ну, я, честно говоря, по магазинам практически не хожу, у меня рядом тут магазин, у которого есть автоматическая касса, ну, то есть я не контактирую ни с кем. Ну, вот, видишь, ты находишь метод как не контактировать, да, так же точно и другие. Понимаешь, ситуация сегодня, она поставила каждого человека, что за свою безопасность человек отвечает сам. Вот и все, понимаешь ты, и, в принципе, здесь, как бы, расслабляться-то не надо, надо четко понимать опасность, да, никто не говорит, что надо от паники, там, бегать, там, я не знаю, нервничать, да, речь идет о том, что вы должны логично понимать какие-то витамины, кстати, витамин D надо принимать, кто особенно уже перебаливал. Вот я купила витамин D на масляной основе, еще купила цинк. Омега-3, хорошо, цинк тоже, да. Соответственно, травы я, вот, имбирь с лимоном, мята. Ну, вот я сейчас пью сбор, я не буду его переворачивать, это сбор синюха-голубая, значит, эта трава очень универсальная, кто почитает, про нее скажет, это корень лопуха, даже могу вам показать кусочек этого корня, вот, пожалуйста, видите, да? корень лопуха в аптеке почему-то не продается. Покупает, я же как бы везде рекламирую, сейчас и синюха, вот я жду, сейчас у меня 5 коробок, должны привезти свежего урожая, пока нет, у меня старые запасы. Дальше, сюда же я в этот раз положила, кстати, корень одуванчика, он выводит даже радионуклиды, то есть он выводит травы, они выводят весь шлак с организма, если вы постоянно их принимаете, да? Потом я сюда положила, ух, сейчас не вспомню, чистотила немножко, по-моему, туда можно добавлять еще какие-то травы, которые сосуды чистят, да? Кстати, тоже насчет вот этого ковида скажу, что аспирин, содержащий препараты, желательно принимать, потому что ковид, он загустевает кровь, загустевает кровь, это даже медицинский уже... Я минуту сейчас скажу, у меня мама, ну ей 75, скажем так, лет, она уже несколько лет, каждый день пол таблетки аспирина, у нее кровь самая спиртная, и она вот пол таблетки аспирина каждый день принимает. Правильно, а я знаешь, какой расшир... который... вот бросаешь, он шипит, вот такой вот, с витамином С, вот я его покупаю, можно по пол таблетки там или по четверти даже в день, и тоже эффект такой делают. Так, давай еще момент, вот допустим, может человек сам почувствовать, когда в его сторону идет негатив? Да, можете почувствовать, знаете, какое ощущение возникает, что мир вокруг вас становится не так, как раньше. То есть смотрите, когда на вас негатив, вот даже в маленькой степени, вы вдруг начинаете ощущение, вы начинаете мир воспринимать через точку этого негатива, который на вас навесили. Это может быть на отношения сделано, вы вдруг начинаете в человеке сомневаться, что-то в нем видеть плохое, и вы за счет этого можете поссориться так с человеком, только за счет вот своих, не своих ощущений, да, то есть тут же начинается все сворачиваться через призму этого негатива. Если вы начинаете в это уходить ментально, то у вас увеличивается скорость нагрузки этого негатива, и все становится вокруг именно под таким соусом у вас. Когда негатив снимается, как, ну, различить, вот когда полностью снят негатив, резко меняется спектр событий, ну, например, был негатив на имуществе, ну, например, да, вот возьмем пример, там на квартире на какой-то у человека, при снятии пробоя по имуществу резко решаются какие-то наследственные дела, это если, допустим, негатив был на бабушках, дедушках, резко решаются бизнес-направления, где вдруг, если у человека был пробой по имуществу, вдруг решился вопрос покупки дома неожиданно, да, то есть, ну, и так далее, то есть при снятии негатива, если, допустим, что-то было у вас в долевом участии, и кто-то не хотел отдавать долю, то есть при снятии негатива с этой позиции, да, вдруг вам приходит эта доля, и человек сам ее отдает, и вы можете смело оформить документы на эту квартиру, как вам надо, то есть при снятии негатива цепь событий раскручивается так, что вам дается то, что ранее годами могло не даваться, вот, то есть при снятии негатива на образовательную деятельность неожиданно вдруг вам может открыться дорога в какое-то образовательное, допустим, учреждение, которое, допустим, вы до этого годами могли не поступить, да, и так совсем, то есть если чувствуете негатив, бывает это недомогание, да, даже, кстати, при болете получить ОРЗ, там, элементарно, это инфекционный негатив, да, вы можете с точки зрения, там, допустим, коллективного какого-то общения с кем-то, и человек вас там ненавидит, и вам это пожелал, понимаете, да, опять же, кто-то пробивает по чакраму, вы можете чувствовать нарушение в работе чакры, если вы понимаете это, да, не свое ощущение мыслей, это влияние на уровень синей чакры, то есть вы можете чувствовать, что кто-то на вас влияет, тут надо четкое разделение, я даю на сеансах работу с мыслями, да, пока только на сеансах, там вы точно можете научиться, да, этому надо учиться, это, понимаете, это другое совсем мышление, чем то, в чем вы сейчас живете, это достаточно сильный контроль своих мыслей, я себя очень сильно контролирую, потому что, представьте, от моего сознания зависит, допустим, будет ли мир в Армении и Азербайджане, да, представляете, как я должна себя контролировать на уровне даже обычно бытовых вопросов, то есть я практически постоянно мониторю свои состояния и смотрю, где что не так, даже сегодняшняя ситуация, где я почувствовала опасность вокруг своего друга, я просто стала отводить от него это, да, ментально, находясь в этом состоянии, то есть я не просто переживала, а я переживала за него то, что может быть, даже не зная, что это, я отрабатывала этот негатив на своем уровне, снимая с него последствия негатива и то, что может прилететь, понимаете, то есть это работа с мыслями, это постоянная работа, то есть умение снимать негатив, это работа, понимаете, это не просто так, вы пришли и вам сказали, о, у тебя там порча, давайте помахай полынью над головой там и все, нет, даже выкатка на яйцо не гарантирует вас от полного снятия того негатива, который у вас там длился годами, то есть это работа, это как вылезти из ковида, наверное, такая же ситуация, представляете, да? Есть еще момент, допустим, люди живут в одном доме и родственники пробивают вот по ощущениям энергетику, то есть они выводят нас на негатив, на какой-то выплеск энергии и потом, когда человек выплескивает энергию, тот, кто провоцировал, он так становится довольный, ему хорошо, и он спокойно уходит, то есть получается он как энергетический вампир. Да, есть такое, здесь первое, нужно понять, почему человек так делает, значит, человеку не хватает какого-то от вас внимания, это как ребенок, и он вас выводит на конфликтную ситуацию, где вы отдаете сами энергию. Второе, прежде всего, разговор и понимание, почему человек так сказал, то есть вообще во всех случаях ключевым понятием является понимание, ведь смотрите, слово понятие, не только в криминальном мире, есть эзотерические понятия, государственные понятия, ну, поняли, да, то есть есть понятие, то есть понятие, это когда ты понимаешь ситуацию, и как тебе в ней себя вести, вы поняли, да, то же самое в семье, определенный склад есть, если у вас, здесь еще знаешь, что существует, я тебе объясню, конфликт поколений, смотри, молодые, они живут по-другому, да, опять же существует принцип, бюджетный работник был родственник, или еще когда до пенсии, да, или предприниматель, еще куча факторов существует, бывает зависть родителей к детям, ну, сама понимаешь, вот здесь какой-то момент времени, понимаешь, да, нужно смотреть саму семью, и если такой фактор бывает, то надо понимать, почему там родители, мама или папа сказали так или иначе, почему они так себя ведут, потому что родители детей своих видят в том варианте, в котором они их вырастили, в том варианте, в котором они их готовы воспринимать, то есть если у родителей низкий уровень восприятия сознания своего ребенка, то выше ребенок даже может стать там, я не знаю, президентом, а родитель будет его видеть на уровне того ребенка, как он его может видеть, поняла, и от этого, кстати, тоже бывают конфликты, ты приходишь к родителям, допустим, такие дети приходят к родителям, а они их так не видят, или ты видишь слабые места там у детей, вот очень многие видят слабые места, начинают подмечать еще больше клевать ребенка, вместо того, чтобы вытащить ситуацию в плюс, тут вот очень много таких тонкостей абсолютно. Да, это сложно, конечно, конфликт поколений, это когда... Конфликт, да, конфликт поколений, он существует даже на уровне ментальности, то есть, допустим, 10 лет разницы, ну, 15, это еще приемлемо понимание, да, и то, если, допустим, моложе партнер, партнерша, например, в основном это женщина, да, хотя сейчас бывает наоборот, если, допустим, партнерша, она близка по сознанию к человеку, который вот постарше, да, а если, допустим, бывают ровесники, а разница, как будто бы там человек, ну, в одной градации, там, там, человеку 20, ты общаешься, как будто там тебе 40, а человеку 20, да, то есть уровень ментальности, на каком уровне люди, люди же сходятся по злами, смотри, и негативные, и позитивные, то есть все люди сходятся у нас по злами, представляете, да, и если по злой где-то поменялись, то есть люди повернулись друг к другу другими гранями, то все, дальше они будут только расходиться, пока не нащупают новые какие-то грани, где они могут быть вместе, представляешь, да, да, ну, мы уже час, почти 25 в эфире, у нас была еще тема привлечения удачи, может быть, это оставим на следующий эфир, ну, мы можем на следующий эфир, и там, ты тоже запиши, проговорить можно про разницу, допустим, предпринимательского мышления и людей, кто работает под хозяином, то есть помимо этого, немножечко повернуть уже тогда финансовую сферу, запиши тогда, ладно? Да, запишу, финансовая сфера тоже сейчас очень актуальна, поэтому мы в следующий раз обязательно ее... Как раз как привлечь удачу, это вот как раз к этой теме тоже неплохо было. Да, ну, я думаю, защиту от негатива мы более-менее ответили. Проработали. Да, ну, вот один вопрос есть от Юлии, если ребенку снятся пауки, и он просыпается утром, на что обратить внимание? Ну, первое, на сам сон. Какой паук снился? Что паук делал во сне ребенку? Это еще раз говорит о том, что у вас ребенок видит, да, и чувствует. Это предупреждение, значит, есть какие-то недоброжелатели. Возможно, если это ребенок небольшой и ходит в сад или в школу, это опасность или какая-то зависит от одноклассников, негативчик есть, и ребенок так их воспринимает. Тут же еще очень важно, как мы воспринимаем своих врагов, как врагов, которых мы готовы уничтожить, или как ступенька для роста. Вот в чем дело. И ребенку тоже надо это объяснить. Но к нам, своего ребенка, прислушайтесь, потому что человечек видит какие-то перспективы, может быть, даже и плюс, и минус. Тут надо отрабатывать все это и просматривать. Как предупреждение этот сон. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно вопросов, все вопросы, которые были, мы задали. Если что, пишите комментарии. В следующий раз ответим на все ваши вопросы. Да, Елена? Да. Всем пока. Всего доброго. Всего доброго.